То самое тесто, из которого на выходе получаются батоны. Весь производственный процесс занимает около 40 минут. Один из секретов – батон не просто формуется, как раньше, а сворачивается из раскатанного теста. Середина получается идеально мягкой, что, в числе прочего, оценили специалисты, которые проводили тестирование. По его результатам, анапской версии нарезного батона может быть присвоен российский знак качества. В первую очередь, конечно, это очень приятно, что нас заметила такая серьезная контора как Роскачество. Я вам скажу, что к этому шли мы тоже не просто так, это тяжелый труд, потому что за последний год была изменена полностью батонная линия. Современная, совершенно новая, со всеми показателями, со всеми электронными моментами. То есть мы гордимся этим. У гендиректора анапского хлебокомбината Сергея Яндовицкого в шкафу сразу три белых халата. В рабочем кресле он проводит лишь половину дня. Последние несколько лет активно идет модернизация производства. Помимо прочего, обновили печь для формового хлеба. Участок, где замешивают тесто, изолировали, чтобы можно было поддерживать оптимальную температуру. Импортные миксеры совместили с автоматикой, которую заказали на одном из уральских оборонных предприятий. Вот все включили, и оно пошло на борт. Так регулируют объемы соли и воды. Дрожжи используют классические. На предприятии работают около 200 человек в две смены по 12 часов. Тамара Чеканова здесь уже седьмой год. Общий стаж около 35 лет. Наверное, призвание. Наверное, нравится очень. Вообще, очень нравится работать. С хлебом нравится работать. Чтобы вкусный хлеб, ну, наверное, душу надо вкладывать. Надо душу вкладывать. Нравилось, чтобы работать. У нас вообще работают девушки. Очень давно работают. Все молодцы. Ежесуточно здесь производят порядка 20 тонн самого разного хлеба. Из одного такого замеса получается около 130 батонов. Этот будет с луком. Их начнут выпекать сразу после белых нарезных. Новая линия универсальная и позволяет экспериментировать. На столе у руководителя принципиально новый продукт. Хлеб с добавлением активированного угля. В Европе такой пользуется спросом. Помимо этого, разрабатывают рецепт батонов из ржаной муки и с добавлением клюквы. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.